Конечно, ситуация в мире после 1945 года изменилась. Сформировались новые и быстро развиваются новые центры развития и влияния. Это естественный, объективный процесс, который нельзя игнорировать. Но недопустимым является то, что США стали перекраивать мироустройство именно только под себя, исключительно в своих собственных эгоистических интересах. Теперь через представителей НАТО подают сигналы, а, по сути, выдвигают ультиматум. Вы, Россия, выполняйте всё, о чём договорились. В том числе договор об СНВ беспрекословно. А мы будем вести себя как заблагорассудец. Мол, нет никакой связи между проблематикой СНВ и, скажем, конфликтом на Украине, другими враждебными действиями Запада в отношении нашей страны, как и нет громогласных заявлений, что они хотят нанести нам стратегическое поражение. Это или верх лицемерия и цинизма, или верх глупости. Но идиотами их не назовёшь. Они всё-таки не глупые люди. Нам стратегическое поражение хотят нанести и лезут на наши ядерные объекты. В этой связи вынужден заявить сегодня о том, что Россия приостанавливает своё участие в договоре о стратегических наступательных вооружениях. Повторю, повторю, не выходит из договора, нет, а именно приостанавливает своё участие. Но прежде чем вернуться к обсуждению этого вопроса, мы должны для себя понять, на что всё-таки претендуют такие страны Североатлантического альянса, как Франция и Великобритания, и как мы будем учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал альянса. Они сейчас своим заявлением сделали, по сути, заявку на участие в этом процессе. Но, слава Богу, давайте, мы не против. И не нужно только пытаться вновь всем врать, строить из себя поборников мира и разрядки. Мы же знаем всё подноготное, знаем, что истекают гарантийные сроки годности к боевому применению отдельных видов ядерных боеприпасов в Соединённых Штатах. И в этой связи некоторые деятели у Шанктона, нам это доподлинно известно, задумываются уже о возможности натуральных испытаний своего ядерного оружия, в том числе с учётом того, что в США идёт разработка новых типов ядерных боеприпасов. Такая информация есть. В этой ситуации Министерство обороны России и Росатом должны обеспечить готовность к испытанию российского ядерного оружия. Первыми мы, разумеется, этого делать не будем. Но если США проведут испытания, то и мы проведём. Ни у кого не должно быть опасных иллюзий, что глобальный стратегический паритет может быть разрушен.